Давайте начнём с того, что я был готов, что это произойдёт. В принципе, имя я так не хочу назвать сильно. С ним мы, получается, знакомы с 2020 года. Это с осенью. Получается, у нас было 2 года отношения с ним. Ну, 2 года уже с 2020 года. Вообще, вы сейчас спросите, как мы познакомились с ним, да? А я вам скажу, у нас знакомство получилось спонтанно, какой-то странная, необычная, странная история. Давайте я вам скажу проще, чтобы вы поняли. Перед нами жилой дом. Вы заходите в него, железная дверь, всякое такое. Слева или справа, там есть люк такой, где трубы вот эти всякие чинят, где тепло проводят зимой. Минус первый этаж, в общем, да? Короче, там отапливают дом, давайте так. Ладно, ещё проще, там проводят отопление. Там проводят отопление, там отапливают весь дом жилой. Хоть он там 18-этажный, там все трубы вот эти всякие подключены. Я решил по приколу зайти туда, 2 года назад. Дверь была открытая, там жёлтая такая, всё жёлтая. Воняло паром, ну, испарение же воды, минус первый этаж. Понятно сам собой. Я захожу туда, да, там можно идти, кто не знал. То есть там есть место, там можно ходить. Там, получается, можно ходить как с 10-го подъезда до 1-го. Вот так вот, можно там спокойно пройти. И там есть место реально. В общем, кто заходил туда поймёт. Захожу я такой. Да, спасибо. Я просто хотел полюбопытствовать. Смотрите, я иду такой, 4-й подъезд. Открыта дверь. Ну, железная входная, вот эта основная, с улицы. Захожу туда. Вижу открытый люк. Ну, люк, пусть будет люк. Маленькая дверь, люк пойдёт. И чувствую запах пара вот этого всего испарения. Но решил зайти всё-таки полюбопытствовать, попробовать. Захожу туда. Иду где-то налево. Нет, налево иду. Вижу диван. Ну, ну, не. Там реально есть место. Там и спят люди. Там, кстати, бомжи раньше жили. Поэтому в этом подвале, или как это назвать, не проживёшь долго. У тебя выглядит, выпинут. Там потому что люди живут, которые работают, ночуют там. Сглядят за вот этими трубами, чтобы ничего не протекло. И вот это, короче. Вижу диван, телек. Там сидит пацан примерно моего возраста. Ну, ему сейчас сколько? 17. Ему было 15. Вот. Подхожу, сажусь и спрашиваю, ты что тут делаешь? Ну, явно, что он тут не работает, потому что зачем ему тут работать 15 лет? Сажусь, спрашиваю у него, ты что тут сидишь? Он мне говорит, я тут живу. Я у него спрашиваю, как ты тут живёшь вообще? Тебя как-то тут не выгоняет. Он мне говорит, а я тут живу один день. Короче, я забил и что-то мы там поволтали, поговорили. И как-то даже сдружились, что-то такое. Потом я ему, короче, предложил прогуляться. Он мне такой, ну, давай. Тут у нас какая-то искра появилась. Ну, по дефолту мы в конце встречи обменялись контактами. Всё, пообщались. Потом через день я спрашиваю у него в контактах вот этих всяких. Ватсап. Ты где? Он мне говорит, я в другом доме. Там же, в подвале. Как ты меня нашёл? Я иду туда же. Там опять открыта дверь. Сказать удивлён, ничего не удивлён. Я уже привык. Опять захожу туда. Да. Но там было уже похуже. В другом доме, где я живу, там лучше было. Там диван был. А тут вам лучше это не слышать, не понимать. Ничего. Мы встретились там, поговорили опять. Он потом потянулся ко мне. Как-то странно. Как-то подтягивается к моим губам. Я не сопротивляюсь, потому что... Может, что-то наука. Наука хочет сказать. Наука. Классно. Ну да, это целый наука. Но всё доходит до того, что он целует меня именно в губы. А целует так, что я прям падаю и ничего не понимаю. И потом как-то резко влюбляюсь. Я не знаю. И мы потом пошли куда-то в другой подвал. Кушать хлеб с чесноком. Это так романтично было. Прям реально. Там был и диван хороший такой. И мы прям сидели, чилили, отдыхали. Ладно, чилили. Я не люблю этот сленг ваш всякий. Веселились, в общем. Дальше я не хочу вам говорить ничего, что у нас было в отношениях. Это уже личное. Расстались мы просто из-за того, что я ему сказал, что меня зовут не Паша, а Иван. Но у нас за эти два года, естественно, появились крепкие отношения всякие. Мы знаем о друг друге уже. Прям всё тело, всё от головы до ног, от волос до костей. Он увидел мой паспорт первый раз за два года и увидел там имя Паша Павел Николаевич. Вот примерно такое. Да, у него узкие глаза были, поэтому я узкие глаза сделал пальцами. Но прошли уже сутки, чё я могу сказать. Пока я не в депрессии, я просто осознаю, у меня какой-то осадок появляется, нарастает. Не знаю, чё будет. Но он просто разозлился, что я ему сказал ненастоящее имя. Правду говорю, я не знаю. Вам главный совет. Не загоняйтесь по поводу отношений. Я вам вот это единственный крепкий стальной совет. Другие это просто какие-то... Просто вас утешить, всё такое. Вы должны просто строго понимать, что ни в коем случае нельзя об этом думать, расстраиваться, потому что это глупо, и вы просто тратите своё время впустую, и загоняете себя дальше, и потом вы будете... Не знаю, кто вы будете. В общем, живите просто, чтобы вам было хорошо. И находите парней с умом, а не я, как в подвале. Я не знаю. Но было прикольно. Всё-таки жизненный опыт. Я больше туда не буду полезать. Ну да, он всё-таки странный был. Короче, всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока. Давай пока, скажи. Скажи пока, пока.